Ну, по идее, должно быть, я не знаю. Вы нас слышите. Проблема в том, что я не знаю, слышат ли нас. А где они пишут? Я же вижу. А где они пишут? Я просто не вижу, к сожалению. Нет, вам не надо. Ну, хорошо, все. Ну, хорошо, будем надеяться, что нас народ видит, слышит и так далее. Майк, добрый день. Во-первых, очень приятно. Мы начинаем некую новую серию наших трансляций. Мы начинаем говорить в прямом эфире с разными очень интересными умными и профессиональными людьми. Значит, Майк, я думаю, что самое лучшее, что ты сам про себя расскажешь, чем ты занимаешься. Друзья, у Майка очень нестандартные методы оценки акций. И скажу сразу, я небольшой фанат технического анализа. Когда я говорю о тех или иных бумагах, рынках и так далее, то есть целый ряд факторов, которые я беру в расчет. Технический анализ, он один из них, но он совсем не основной и он не главный. Для меня важными индикаторами являются и здравый смысл, и опыт, и, естественно, анализ рынков, анализ финансовых показателей. Ну, то есть миллион вещей, которые я как-то вот интегрирую, смотрю и после этого, собственно, говорю о том, что думаю, что будет и так далее. Как-то погадаю, что будет, что есть. Вот. У Майка своя методика. Поэтому, Майк, давай сделаем таким образом. Вначале немножко расскажи про себя, хотя бы вкратце, если можно. Спасибо. Да, Жень, спасибо. Значит, дорогие друзья, 28 лет проживаю в Соединенных Штатах, из них 24 года я занимаюсь биржей. Влоговый врага, да? Это моя деятельность, так маркет, это по-английски называется, образование я получал в Соединенных Штатах. И, как ни странно, из этих 24 лет, 20 лет или 21 год занимает такие технический анализ. Но я знаком с фундаментальными, с экономическими, со всеми показателями, которые были. И со всеми, в общем-то, ну, мне интересуют разные точки зрения, разный подход к этому вопросу. То есть я сверяюсь. Я, скажем, могу сказать, что не уверен. На замещение вакантной должности фундаментального или экономического отдела, к примеру, в Goldman Sachs, это одно из, наверное, самых больших банков и брокерских компаний в мире, конкурс примерно 1 к 20. На замещение вакантной должности технического отдела специалиста, конкурс 1 к 1000 и к 1000. 1700 у меня мой один из учителей был, он подавал, аппликейшн он подавал, 1700 человек было на место. Почему? Ну, наверное, это говорит само себя. Поэтому я приверженец, очень уважаю, Евгений Борисович, тебя. Но, тем не менее, это замечательно, сравнивая две точки зрения. Если и там, и там, и много историй на этот счет, я могу это все рассказать. Я просто не хотел бы занимать время эфирное, поскольку, наверное, людям было бы интереснее и как раз таки вот эта комбинация двух подходов к рынку ценных бумаг. Еще что я могу сказать, ну, на протяжении нескольких лет я вел программы на Чикавском радио, пять лет я вел программы на трех станциях Чикавского радио, и, в общем-то, на одном меня приглашали как аналитика индексов и валютных рынков. Валютных и… простите, я могу путаться просто, я бы на английском это все проходил. То есть валютные и, как это правильно, гражевые рынки страны, да, мира. Окей. Поэтому сейчас я, так сказать, частные, частные, так, частные системы у меня, у меня много индикаторов, моих личных индикаторов, и я могу прогнозировать на, к примеру, значит, где-то на месяц и вперед, ну, и могу прогнозировать, что более для меня предпочтительнее, в течение дня. То есть минимальный – это одночасовой график, максимальный в течение дня – это четыре часа. Поэтому есть четыре вида, значит, биржевых игроков. Это от инвесторов до дейтрейдеров, или до, ну, в течение дня, которые люди, которые трейдуют, купил-продал, купил-продал. А ты у нас кто? Не на пять минут, не на пятнадцать, минимум час. Ну, примерно вкратце так. Майк, теперь у меня очень конкретный вопрос. Смотри, у нас сегодня интересная ситуация. Рынки на нерве, рынки психуют. Золото улетает вверх, и одна из причин – это страх. Вторая причина заключается в том, что закупаются все, ну, то есть объективно все бегут в золото, потому что огромная ликвидность, она давит на рынок. Эта ликвидность выбрасывается прежде всего на рынке комодитис и прежде всего на рынке драгметаллов. Тут все понятно. Народ сидит в бумагах, народ нервничает. Поэтому смотри, мне бы хотелось с тобой посмотреть на несколько бумаг, на несколько индексов, я думаю, тех, которые в большинстве своем были бы интересны нашим вкладчикам. Извини, не вкладчикам, я тоже заговариваю, нашим подписчикам, нашей аудитории, короче, нашим друзьям. Смотри, в первую очередь, хотел бы тебя спросить. Сегодня у нас довольно интересное событие. Неплохо падал российский рубль. Поскольку любого россиянина это волнует, потому что это бьет по каждому из нас, по кошельку. Давай начнем с этого. Что ты можешь сказать насчет доллар-рубль? Сейчас, секундочку. Я не просто скажу, я даже покажу на самом деле. Как там из того анекдота. Он сказал, показал, и попробовать. У нас не трейдуются доллар-рубль. Поэтому я покажу, тем не менее, с тех ресурсов, которые у меня под рукой, я вам просто покажу. То есть, вообще-то говоря, я следил за доллар-рубль, поскольку я обещаю на русскоязычную аудиторию. Сейчас я вам покажу экранчик, если это будет видно. Надеюсь, будет видно. Мой график, да? Видно, да? Я ничего не вижу. А, стоп. Вот сейчас вижу. Отлично. Да. Видите? То есть, я начал анализ доллар по отношению к рублю с какого? С 16-го года. Здесь стоит недельный график. Недельный график. И у меня вот эти вот все, так сказать, стрелочки, это были в реальном времени до того, как это происходит. Но то, что было до того, никому не интересно. Наверное, интересно то, что сейчас находится. Какая удивительная декдота. Первый главный момент. Это было мной прогнозировано. Ну и, собственно говоря, люди это слышали и видели. Вот эта цифра 70 рублей 61 доллар стоит 70 рублей 65 копеек. Вот. Значит, видно, да? Да, да, да. То есть, это была максимальная цифра, до которой мы дошли. И потом стал укрепляться рубль. То есть, доллар шел вверх, рубль шел вниз. После этой даты, значит, могу точно сказать, когда это было. Это было 10 сентября 2018 года. Вот. Значит, недельный график здесь показан. Ну, несколько дней туда-сюда, внутри этого я не знаю. И вот смотрите. То есть, он дошел сегодня. То есть, точка у меня была 61 рубль 64 цента. Но дело в том, что 60 рублей, 1 доллар стоимостью 60 рублей у меня есть. Но вот начиная с 6 января этого года он стал идти вверх. Начиная с 6 января. Повторяю, я опираюсь, если кому надо будет внутри дня, так я могу сказать, сколько это будет. Но я давал сигналы о том, что мы идем без сомнения вверх. Имеется в виду доллар по отношению к рублю. И на сегодняшний момент еще одно пробитие вверх. Я прогнозирую, доллар будет стоить 65 рублей 37 копеек. А какой временной промежуток ты ждешь? В каком временном промежутке? Я думаю, что, может быть, не знаю промежутки. Я очень редко учитываю промежутки. Я не хочу вмешиваться в горизонтальную шкалу. Там находится время. А здесь у меня находится вертикальная шкала уровней. У меня есть моя система, основанная на очень серьезных вещах, которой я исследовал биржевой трейдинг во многих вариантах, во многих акциях и в фондовых рынках, и в валютных рынках. И как минимум 4, у меня должно быть схождение 4 уровней. Пока я могу опираться только на 1. И мы дошли до 64,1 рубля 32 копейки. Если бы точно чуть выше, 64,50 мы дошли. Да, совершенно верно. Сейчас, секундочку. Если мы увидим, что 1 доллар будет стоить 64 рубля 55 копеек не в обменниках, а настоящий реальный рынок, тогда у нас будет 65,37. Ну, практически без вариантов. Думаю, что выше. Это то, что касается рубля. Но, повторюсь, мы должны идти, с моей точки зрения, если только мы не пробьем 70 рублей, то мы пойдем вниз к 60 рублям. 1 доллар будет стоить 60 рублей. Вероятность этого для меня гораздо более предпочтительная. Временно? Да. Майк, то есть, если бы я покупал, последнее еще скажу, 66 рублей. 66 рублей, мы пойдем вверх, можем пройти до 66 рублей, 1 доллар, и потом пойдем вниз. Ну, я имею в виду, рубль будет управляться. Короче, если перевести тебя с русского на русский, то следующее ты говоришь, что рубль максимум может упасть примерно до 65, с небольшим, может быть, даже до 66. Но, по всей видимости, все-таки его истинный, скажем так, многородный путь идет к цели 60 рублей. Правильно я понимаю? Да. На этот момент, на этот момент, да. Повторяю, если мы не превысим 60, ну, есть такое понятие «скока», да, как все знают. Вот если мы увидим 67 рублей, доллар стоит 67 рублей, к примеру, 20-25 копеек, когда вот эта вероятность 60 рублей очень маловероятна. Скорее мы идем тогда на 68. Понятно. Ну, понятно, как все технические аналитики. Если так, то так. И сразу вспоминается, прости, Майк, я не могу не поехитничать, старый анекдот про аналитиков, которые стоят у лифта. Всех спрашивают, ребята, вы посмотрите конкретно, вверх или вниз. Но, скажем так, я согласен с тобой в следующем. Первое. Никакой катастрофы мы не ждем. Колебания будут в пределах каких-то очень разумных горизонтов. То есть, может быть, еще процент другой туда-сюда попрыгаем. Но, по идее, как я говорил, мы должны вернуться в диапазон 60-63 рубля. Ты со мной согласен? Я согласен. Более того, я скажу, я смотрел твою программу, я не помню на каком канале, простите, я не знаю. Но там кто-то, комментатор, говорил, скажите, Евгений Борисович, а вот говорят, аналитики говорят о том, что доллар будет стоить 100 рублей. Я помню твой ответ. Но это детский сад, понимаете. Это можно сказать, что он будет стоить и 200 тысяч рублей. Ни на чем не основано. Это так называемые говорящие головы, которые берут, это вообще непонятно с чего. Но дело в том, что мой анализ говорит вот о чем. Не то, что он пойдет или вверх, или вниз. Дело в том, что есть такое понятие идти по ступенькам, правильно? По ступенькам. Если мы подняли ногу и поставили на ступеньку, мы должны на нее встать. Иначе мы спотыкнемся и полетим вниз по лестнице, вниз. Поэтому как только мы встали на ступеньку и зафиксировались с ней, мы идем к следующей ступеньке. То же самое, если мы идем вниз. Поэтому это называется по-английски one step at the time, или в течение одного какого-то промежутка времени один шаг. Не надо прыгать. Можно, так сказать, спотыкнуться. Майк, я тебя понял. Короче говоря, ничего страшного не ждем. Прыгаем в заданных диапазонах. Теперь смотри. Есть еще одна тема, которая всех волнует сегодня нас. Мы увидели очень сильные, резкие движения по золоту. Хотелось бы тебя все-таки спросить. Мое мнение, что золото дошло на текущих уровнях. Я, кстати, сегодня утром об этом писал, что полагаю, что вот 1640-1660 это тот диапазон, на котором золото должно немножко остановиться, и может быть мы увидим некую коррекцию. Мы дошли до 1650. Скажу честно, я закрыл все фьючерсы на этом уровне и пошел отдыхать, довольный собой. Что ты видишь? Может быть я ошибаюсь. Пожалуйста, показываю конкретно. Кстати, я тут вижу комментарии по поводу Герчика. Герчика мы знакомы, кстати. И он меня тоже когда-то просил посмотреть золото. Я посмотрел, и я ему сказал о том, что мы дойдем на критическом, мы находились, находились, повторяю, на критической резистансе или зоне сопротивления. Вот вы видите экранчик, да? А Герчик что, тебя подвозил? А? А Герчик чего, тебя подвозил? Нет, Герчик живет в другом городе. Я понимаю, я смеюсь. Я имею в виду, он же когда-то таксистом был. Я смеюсь. Он мой товарищ, я просто подкалываю. Я даже не знаю. Нет, он живет в Нью-Йорке, я живу в Чехасе. Я понял. Смотрите, друзья, то есть я прогнозировал 1587, видите? Вот эта зона. Еще раз повторяю, это серьезная была зона, и видите, мы от нее отскакивали с каждой. Но мы рванули вверх, поэтому я не согласен с тем, что надо выйти было. Хотя мы опустимся на 1587, это будет точка входа. На сегодняшний день это 1644. Повторяю, это недельный график. И я бы сказал так, о том, что мы должны идти. Собственно, эта точка, конечно же, прогнозируется, и эта точка выхода была, ты сделал, я бы сказал, правильно, 1625, 1626 выход. Но главная точка впереди, вообще, на мой взгляд. 1734, а самая максимальная на этот момент, это я уже прогнозирую на несколько месяцев, наверное, вперед, 1890, 1890, 1920. Если вы хотите посмотреть, то смотрите, 1921, это была максимальная точка золота, еще раз, это стоимость одной унции золота в долларах, правильно? Сейчас речь идет о валютной паре, это не фьючерсы, потому что я больше склоняюсь с фьючерсом. На Форексе я последние всего лишь несколько лет, и Форекс это очень серьезный инструмент, я не понимаю, почему, я могу объяснить, почему его дискредитировали в России, вообще-то говоря. Ты знаешь, я тебе могу объяснить, никто ничего не дискредитировал, потому что есть огромное количество компаний, которые предлагают людям работать на леверидже 1 к 100, 1 к 500 и даже 1 к 1000. Естественно, что после того, как люди начинают работать на таком плече, их хладные трупы выносят с поля боя через примерно, так сказать, день, два, три. Вот тебе и все. Форекс, ты знаешь как, это то же самое, что дискредитировать молоток. Молотком можно забивать гвозди, а можно бить по головам. Ну, если люди хотят молотком бить по головам, ну так, извиня, о чем тогда говорить? Это так слово. Ну, а тут здесь не причем. Я хочу объяснить сейчас одну вещь, которую многие не знают. Во-первых, что такое форекс? Форекс состоит по-английски. Форекс состоит из двух слов. Форекс и экшенж. Форекс – это иностранный валютный рынок, иными словами. Знаете, для кого иностранный? Как говорил Задорнов, американцы не штукые. Я более обстоятельств тут оказался, но я все-таки родился в России, поэтому я, так сказать, все равно за Россией. Но дело в том, что американцы, они настолько прямолинейные, что все, что за пределами Америки, для них это иностранное. Но вы-то находитесь в России, вы-то находитесь в Европе, а Европа – форекс. Это не форекс, это настоящее. Просто вот то, что ты сейчас сказал, это полнейшая дискредитация и полнейшая профанация того, что называется рынок. Ну так извини, людям предлагают устроить казино. Да. Извини, что я тебя перебил, просто нашим людям предлагали устроить из этого вполне понятного и очень важного инструмента и хеджирования и спекуляции устроить казино. Ну, понимаешь, тут же вопрос риск-менеджмента. Людям дают инструмент и не дают возможность понимать, что такое риск-менеджмент. Вот тебе и все. После этого не форекс дискредитирован, а механизмы, в которых люди работают. Ну, давай мы это сейчас не будем обсуждать. Короче говоря, если мы с тобой говорим про золото, говорим о следующем. Видишь ли ты в ближайшее время коррекцию по золоту? Коррекция по золоту чисто по... Значит, смотрите, тут очень интересный момент, я сейчас попытаюсь пояснить, я все-таки аналитик не только в техническом анализе, а политический момент. Всегда считалось почему-то, что если индекс идет вверх, то как ведет себя доллар, и все-таки доллар сегодня мировая валюта, правильно будем так считать? И как ведет себя золото? Смотрите, и все индексы прут вверх, как будто не в себя. То, что будет там 30 тысяч на Dow Jones, то, что будет S&P там 3,5 тысячи, то, что будет NASDAQ 10 тысяч, я помню, когда он был в 2000 году 5 тысяч, как там все плопали в ладоши, это было зимой в 2000 год, сейчас прошло 20 лет, он 10 тысяч, смотрите, корреляция, за 20 лет ровно 5 тысяч добавилось, хотя было 666, это тоже цифра очень интересная. Так вот, индексы идут вверх, золото идет вверх, доллар идет вверх. Потрясающе, я тоже считаю, что это полнейший бред, это только из-за того, что куча ликвидности. Да, это первое, но огромная инфляция, огромная, специалисты, ну, так сказать, чуть-чуть понимаю, но просто деньги печатаны, денег как не в себя, и здесь очень и очень много факторов, здесь все искусственно вложено, то есть, если будет коррекция, да, но технические уровни невозможны, если мы еще раз повторяем, если мы поставили ногу, занесли на следующую ступеньку, мы на нее должны стать, поэтому у нас вопрос, вот я сейчас показал, да, 1734 сегодня, но то, что будет коррекция, я не верю о том, что мы пойдем туда вот так вот резко вверх, я думаю, что 1587 и 1490 это точки входа, если кто-то желает это делать, значит, видите, то есть, это, вот эта вот точка, я могу показать конкретно, куда она идет, я сейчас не хочу вдаваться, иначе это будет только технический анализ, это не будет так интересно, да. ну так прости, тогда, что ты меня критикуешь, я сегодня все правильно сделал, продал с тем, чтобы откупить дешевле процентов на 5 или на 3. точка входа для желающих, я могу сказать, точка входа 1612, 1601, самый лучший 1588 примерно, 588 до 1575, это точки входа, вот эта зона, видите, смотрите, мы в нее один раз вошли и отскочили, второй раз вошли и отскочили, третий раз отскочили, четвертый раз отскочили, пробили, здесь покупать надо, это, наверное, любой технический аналитик скажет, если мы уже там 4 раза там были, то на 5 раз, а если мы пробиваем, мы идем очень резко вверх, то есть, по сути дела, смотрите, как оно происходит, да, значит, если у нас колонны стоят, плиты перекрытия, верно, и если мы пробиваем одну, то вот здесь инерция мы летим куда? Мы летим в следующую плиту, в потолок, в следующий потолок у нас 1734, 1734 базируясь на недельных графиках, не на каких-то дневных и даже, тем более, не на часовых графиках, но, в общем-то, тенденция вверх, тенденция по многим причинам, сейчас не буду вдаваться в детали, это уже политические какие-то там вопросы, экономические вопросы, это будет не столь интересно. Понял тебя, ну что ж, давай тогда перейдем от золота к вещам, которые интересуют огромное количество наших слушателей, давай перейдем к российскому фонду, фондовому рынку, значит, скажи мне, пожалуйста, давай начнем с того, что мы посмотрим индекс РТС и мне интересно твой взгляд, куда мы пойдем, я скажу сразу, не видя графиков, я считаю, что как бы рынок не попрыгал туда-сюда, все равно у нашего индекса есть еще хороший потенциал, и я вижу потенциал движения вверх у индекса РТС как минимум 10-15 процентов в течение года, как минимум, а так проценты по все 20. Что ты думаешь на этот счет? РТС это просто, чтобы мне понятно, я большую часть на американском, конечно, рынке, это индекс типа S&P 500, да? Да, да, это индекс РТС, индекс российской торговой системы, мы с тобой говорили, вот да, да, РТС, именно это. Когда говорили, я делал анализ, значит, вот смотрите, давайте посмотрим недельный график, 1995 год, смотрите, какое падение было, 2008 год, падение было, апрель 2008 года, насколько я знаю, это был дефолт, да, в России. 2008 год, у нас не был дефолт, заразились вашей болезнью, и после этого долго чихали, вы выздоровели, а оставили нас нашей болезнью, а потом добавили санкции, все нормально. Да, как говорил Живанецкий, но войдите же в мое положение, попросила она, он ушел, вошел, потом еще раз вошел, и оставил ее в ее положение. Вот примерно у нас то же самое случилось, да, но мы, правда, надо признаться, сделали все для того, чтобы разрушить собственный рынок самостоятельно, то есть, здесь мы сделали гораздо больше, чем вы, так что будем уж справедливы, но пойдем дальше, сегодня капитал идет к нам, внутренних причин для роста нашего рынка нет абсолютно никаких, кроме одного, огромное количество горячих денег, которые устремились к нам по целому ряду причин, поэтому, ну, хотелось бы понять все-таки, на этом надо заработать, на этом мы обязаны зарабатывать, поэтому расскажи мне, как мы сможем хорошо на этом заработать? Можно, ну, во-первых, во-первых, значит, было две точки, смотрите, первая точка была, верхняя точка, я не знаю, в каких это единицах, 2500, это что, долларов, рублей, или просто... Нет, это просто индекс РТС, не вникай, просто индекс, нашим слушателям это понятно. Ну, действительно, как 3,5 тысячи S&P 5K, или 30 тысяч Dow Jones. Ну, 2500, это был 2008 год. Резкое падение до 490. Потом опять рост до 2012 года, что у вас было в 2011 году, точнее, что-то было опять? В 2011 году у нас были самые вещи, главные вещи, у нас были надежды. В 2014 они у нас, так сказать, так или иначе пропали, но неважно, пойдем дальше. Дело в том, что сама конфигурация, сама конфигурация вот того, что мы видим, я абсолютно согласен с тем, что идут деньги, и идут деньги не в Соединенные Штаты, это уже прошлое, и это будет переход на год, 2020 год, будут серьезные изменения происходить. Они везде будут происходить, на самом деле, и, к сожалению, в России тоже, но деньги туда идут, без сомнения, и обнадеживающий фактор вот какой. Значит, вот мой прогноз, мы идем вверх, без сомнения, мы идем вверх. Тут есть один нюанс, который я прогнозировал, я говорил о том, что мы придем на 1487, заметьте, было 1648, давайте переместимся на дневной графике, чтобы было понятно, и я прогнозировал о том, что мы пойдем. Видите, я рисовал, это была точка, к которой мы дошли, и вот эти точки были, мы находимся сейчас на суппорте, да, то есть, если бы сейчас, допустим, я предлагал, допустим, трейдить, я не знаю, можно ли трейдить индекс, наверное, фьючерсы можно, да, 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 у нас замечательные ликвидные фьючерсы на индекс, на РТС, поэтому любой, тот, кто нас слушает, даже положив небольшое гарантированное обеспечение, может купить энное количество контрактов. Скажу честно, что я на этом тоже люблю поигрывать, другое дело, что я свои сделки не освещаю в канале, просто потому, что не хочу вводить любое искушение, вольно спекулятивный товар. Да, но я могу сказать вот что, значит, свыше 1558-1560 покупать, я буду давать торг, если вы желаете, потом, ну, в частном порядке, Евгению Борисовичу, дорогие друзья, поэтому, а он вас, так сказать, направит, если будет желание, поскольку у нас есть план. Короче, ребята, кассу держу я, если что, приходите ко мне, я вас направлю к майку. Нет, мы можем вместе это делать на самом деле, у нас же есть такой план, да, вроде бы, да? Ну, это отдельная история, поговорим об этом позже. Да. Значит, что ты говоришь? Или я могу продолжать? Продолжай, продолжай. Значит, смотрите, это очень важный момент, это мы сейчас говорим про РТС, да, значит, про фьючерс. Значит, вот смотрите, не случайно, не случайно, видите, зона, друзья, поймите меня правильно, я этому посвятил очень и очень много лет, а система, которую я имею, она, ну, очень эффективная, процентов 80, я бы так сказал, если совпадает несколько факторов, значит, должно совпасть минимум по моей системе 4, 3 это около, основное меньше 50%, но тем не менее, вот смотрите, видите, мы зашли 1557, а здесь 1554, всего 3 пункта мы перешли эту линию, значит, что будет, если мы пройдем дальше, а будет следующее, я серьезно говорю, и это очень будет серьезно, то есть фьючерсы, рано или поздно, все зависит от вашего портфолио, от вашей общей стоимости, потому что коррекции будут, и соответственным образом, то, что сейчас сказал Евгений Ворисович, он сказал абсолютно правильно, потому что ввести воскушение, не зная, какова у вас сумма портфолио, и терпеть убытки, и рано или поздно мы туда придем, 1573, 1573, а здесь 1560, я не знаю, в каких единицах измеряется еще раз ваша система, но здесь есть еще другой момент, то есть мы идем сюда, и мы пойдем сюда, тут находится ГЭП, да, ГЭП, по-английски, это окно, по-японски, это окно, я изучал когда-то систему ГЭПов, японскую систему Candlesticks, да, или свечей, она очень эффективная, то есть вот я бы мог, видя этот ГЭП, если бы я трейдил когда-то, да, я бы мог предсказать вот это вот падение с точностью буквально до нескольких пунктов, вот мы до этого дошли, и после этого пошли вверх, вот в этой точке, значит, здесь, да, здесь общая тенденция, месячная, тенденция вверх, без сомнения, это мы убедали на недельный график, поэтому я согласен с тобой, о том, что мы идем вверх, но коррекция вниз дает возможность нам это покупать, подкупать, и сейчас вот эта точка, видите, эта точка у нас точка суппорта или линии поддержки, насколько я так в русской системе понимаю, значит, короче, я считаю, что мы идем как минимум, если мы увидим еще раз 1560, берите, покупайте, с таргетом, помещайте, 1573,5-1592, вот такие уровни у нас есть, следующие, да? Да, 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 ну что, то есть, вывод следующий, наш рынок сегодня глобально можно покупать, сегодня я тебе могу сказать честно, я сделал позицию достаточно большую, купил фьючерсы на индекс с ртс, ну, людям просто говорю, что, ребят, не спешите продавать, я думаю, что наши акции будут подороже и подороже значительно, теперь смотри, давай мы с тобой перейдем, сказать о том, что сейчас мы открыли с гепом вниз, сегодня, кстати, сегодня с гепом вниз, ну, прекрасно, пока я бы не покупал по техническому анализу, повторяю, пока я не увешу 1500, вот в том-то и дело, вот в чем разница, смотри, ты покупаешь, я говорю, я говорю, покупаю, вопрос покупать где, покупать по-английски это бланли, слепую, не годится, если мы летим вниз, пробивать, давайте дружно прыгать все, все наши 200, 50 человек, сейчас будем прыгать здесь на полу, значит, куда мы, мы пробьем пол, и куда мы полетим, на следующий этаж, следующий этаж, плита перекрытия пробита, да, и мы летим куда, на следующую плиту, но отскакивать мы будем, поскольку все же там есть какие-то местные перегородки, верно, поэтому, если лучше покупать, то покупать, смотря где, то, что мы открыли с гепом, мы дошли до этой точки, опять же повторю, гепа это отдельная теория, которую я, конечно, сам обучаю, вот, но она нигде нет, ее нету нигде, это просто основано на практике, ну, многих лет, и многих там индексов, акций, компаний, тогда, вот, поэтому, еще раз, вот, когда превысим, докупай, ну, ну, хорошо, будем считать, что, может быть, я поторопился, но я тебе скажу честно, на мой взгляд, на мой взгляд, просто, все те страхи, которые есть, они, ничто по сравнению, по сравнению с той колоссальной ликвидностью, которые есть фондов, фонды каждый месяц, каждый год, заходят огромные деньги, каждый день, и все равно, управляющим надо покупать, поэтому, моя точка зрения, простая, настолько много этой ликвидности, что она будет выкупать, пока, пока ничего страшного в мире нет, подчеркиваю, даже коронавирус, по большому счету, темпы его распространения пока не такие смертельные, грустно, человеческие жизни, смерти и так далее, но, тем не менее, ожидали всего худшего, раз худшее не происходит, скорее всего, будем рано или поздно неплохо расти, поэтому, для меня уровень вполне комфортный, теперь, Майк, мне бы хотелось тебя попросить, давай посмотрим несколько бумажек, которые активно торгуются в России, и начнем с нашего всего, наше всего, у меня прощение, ты не видишь чата, я вижу, мы будем отвечать, или... Да, давайте, задавай вопросы, потому что, меня почему-то так настроили, что я ничего не вижу. Ну, я вижу, у меня второй монитор, вы торгуете по уровням Герчика? Нет, я не знаю системы Герчика, вообще никак, наоборот, он меня просил, чтобы я проанализировал с моей системой, ну, в чем-то совпало, в чем-то нет, допустим, поэтому, я просто буду отвечать, так. А что, Саша, у нас уже изобретатель систем? А? А что, Саша у нас уже изобретатель систем? Я не знаю, если честно, я не знаю, нет у него, насколько я знаю, технические анализы, он по-другому как-то это разбирает, но я не в теме просто, у меня своя система, поэтому я... Не будем чморить Сашку, он хороший парень. И тем более успешный, неуспешный, не знаю, я с ним познакомился относительно недавно, я о нем ничего не слышал. Я учился в американских, простите, трейдеров, и очень-то, очень известных, действительно, я знал когда-то все системы, сейчас их, наверняка, больше, но когда-то я знал все, ну, лет, не знаю. Майк, вот почему вы все американцы, Майк, объясни мне, почему вы все американцы так любите самопрезентацию? Это же ужас какой-то. Ну, как раз нет, у меня, это не моя, не моя деятельность, у меня канал совсем другой, у меня 24 тысячи людей совсем другого в развитии человека просто, а, скажем, материальная составляющая типа денег, она есть, но я не считаю, допустим, главное, поэтому я даже, как бы, я как раз ничего не официрую, ничего не... Ну, хорошо, давай перейдем, давай перейдем к... Есть еще, кстати, вопросы? Биткоин будем смотреть? Или вначале... Слушай, давай-ка мы вначале про российские акции, давай начнем с нашего всего, у нас есть два наше все, первый это Сбербанк, второй Газпром, давай начнем с Германа Оскаровича. Это кто? Это у нас Сбербанк, вон-то у тебя написано, Сбербанк. А почему он Герман Оскарович? Ну, так случилось, потому что господин Греф, он Герман Оскарович, как его назвали, мама с папой. А, ну, я, простите, не знаю, да. Ну, хорошо, значит, смотрите, у меня тут неделя стоит, да, значит, вообще-то говоря, все абсолютно, вот, инструменты, все вот эти компании, за исключением одной, я сейчас покажу, какой, они все очень успешные, посмотрите, что происходит. Мы стоим, видите, значит, я прогнозировал вот эту точку с 270, 10 единиц, я опять же, я не знаю, да, 270 после того, как мы пробили 110, видите, 110, так мы пробили. Это 110 мы первый раз дотронулись в 11-м году, после этого мы дотронулись в 13-м году, после этого в 15-м году, и вот здесь мы его пробили. Это технический уровень в 16-м году мы пробили. Смотрите, мы дошли до этого уровня, от него отскочили, и пришли к следующему, отскочили, я показываю уровни в реальном времени, которое происходит. И смотрите, вот это прогноз, который был в 11-м, в 18-м году, в феврале месяце, мы до него дошли, отскочили вниз на предыдущий уровень, да, то есть это было сделано значительно ранее, опять к нему пришли, и теперь могу сказать следующее, это Сбербан, да, и теперь могу сказать следующее, вот начиная с этой точки мы идем вверх, вот, начиная с, 200, ну, и так уже идем вверх, но мне хотелось бы, чтобы недельная свечка, по-русски это называется, свечка, да, закрылась, она не закрылась, пока, нет, одна первая закрылась, я хочу увидеть подтверждение, короче, я хочу увидеть, что Сбербан будет 282, 286, как только я увижу 286, я могу показать, как оно будет происходить, я даже почти не сомневаюсь о том, что так оно будет, сюда мы идем, мы не идем резко вверх, после этого мы идем сюда, и после этого мы идем вверх. Короче, Вива Ласбер, 350 нам только снится, правильно я понимаю? 350? У тебя прозвучала там цифра 350. 350, сейчас вам скажу, сколько будет, по самому делу. По золоту вот кому-то понравилось, что я читаю. Да, по золоту было действительно прямо, видите, значит, если мы превысим 270, то мы пойдем на на 365. 365, ну извини, немножко ошибся. Ну что ж, господа, записываем эту цифру, если что, едем в Чикаго к Майку, так сказать, серьезно с ним разбираться. Майк, спасибо, это очень важно. В принципе, я с тобой согласен. С учетом того, что у нас идет резкое уменьшение количества банков, то огромное количество бенефитов получает Сбербанк. Плюс банк развивается, у банка много маржинальных, так сказать, операций, и банк неплохо зарабатывает. Поэтому я в принципе с тобой согласен, и я тоже считаю, что Сбербанк может прибавить 15, 20 и более процентов. Теперь давай перейдем еще к одной очень интересной бумажке, которую некоторые называют нашим все, я уже давно ее ни о чем все не считаю, уж больно, там все творческие. Я говорю о Газпроме. Давай мы посмотрим на Газпром. Когда-то я помню быть на Смайю еще в будущем Советском Союзе был такой или уже потом был такой Ходорковский, который чего там был? Лукоил, да, по-моему? Вообще-то он был Юкос. Я думаю, Майк, не стоит обо всем этом долго рассказывать, наши читатели об этом очень хорошо знают. Нет, я просто говорю, что это было нашим все. То есть очень интересно у меня было, я не знаю, если ты смотрел, но я сделал анализ первый раз, я вообще не знал, этого. Я вообще никак не мог сравнивать рубль с долларом, потому что рубль с долларом не имеет никакой корреляции. Майк, я тебе открою маленький секрет. Доллар чуть-чуть длиннее. А? Я тебе открою маленький секрет. Доллар чуть-чуть длиннее. Я бы сказал, зеленее. Хорошо, зеленее тоже. Давай на Газпром посмотрим. Вот. По поводу, опять же, Саши Герчика, да, признан самым безопасным. Я с ним пообщался. Очень интеллектуальный, действительно, очень серьезный. Мне понравился он. Я не понял. Это семинар рекламы Герчика? Я вас. Это семинар рекламы Герчика? Давай перейдем к Газпром. Герчик хороший парень, но Газпром больше волнует наших слушателей. Значит, смотрите. Видите, это мой анализ, когда ты попросил, значит, смотрите. Вверх мы идем по ступенькам. Первая ступенька была достигнута, 275, мы дошли до 272. Следующая 288. Покупаем, я не знаю, это акции или это фьючерсы, как только увидим 272, зафиксируемся на этой ступеньке. Мы не зафиксировались, мы подняли ногу, но упустили вниз. После 272, помещается, друзья, кто хочет. Мы идем на 288, пробиваем и идем на 298 и главная наша цель, главная наша цель на этот момент 310. Но это не скоро, это не недели, это, наверное, месяцы. Но дело в том, что мы очень и очень серьезно отлетели вниз, что, в общем-то, тоже был прогноз, я могу даже показать, почему я поставил эту линию здесь. 227. То есть мы полетели с 270 на 221. То есть мы полетели сколько? Чуть ли не сколько? 20 процентов, да? 20 процентов. Мы упали и я даже знаю, куда дальше мы пойдем. Я могу сказать, куда дальше мы пойдем. Сейчас, секундочку. Майк, это всех очень интересует. Народ напрягся и пишет. Что? Говори, говори. Значит, смотрите, сейчас я хочу показать, куда мы можем пойти. Мы здесь посмотрим. То есть это мои циклы, вот я их смотрю здесь. И мы летим, можем, если мы сейчас пробьем эту линию, то мы пробьем эту линию, пробьем эту линию и долетим до 200. 200 покупка. Если мы да, долетим до 200, то это будет покупка. Но главная цель была 227. 227,5. В общем-то, мы до нее один раз пошли, чуть-чуть пробили, пошли вверх. Второе, значит, и покупаем здесь. Все-таки преимущество, мы идем вверх. То есть временная, повторяю, временная, скажем, коррекция вниз. Если будем мы здесь 240, то мы идем на 244 без сомнения. Скорее всего, вот так оно и будет. То есть в принципе, я бы, так сказать, уже и здесь покупал, потому что 244,8 мы должны быть. Это Газпром. Это ваше все, как ты понимаешь. Наше все. Или почти все. Хорошо. И давай еще две позиции с тобой посмотрим, потому что сегодня пятница, вечер, люди хотят отдыхать. Давай посмотрим на МТС и давай посмотрим на радиоэкзотики на Биток. Итак, давай посмотрим на МТС. МТС это МТС это связь, да? Да, это наша связь. Очень хороший график МТС. Полагаю, что мы идем вверх. Было падение, без сомнения, не знаю, с чем оно связано. Было падение в 2013 году, серьезное падение на 154 с 356. То есть потеряла МТС, потеряла очень много. Что было в этом году, я не знаю. Лучше бы тебе этого не знать, Майк. Лучше бы тебе этого не знать. Это были наши российские приколы. Могу вот что сказать. Могу вот что сказать. Значит, смотрите, мы сейчас находимся на очень критичной точке, которая является 352-353. Я могу сказать это серьезно. Кстати, это очень интересный старт. Ну, в смысле, компания, да. я не знаю, мог бы ли я критить, но если я увижу пробитие, видите, мы не зафиксировались на этой ступеньке. Смотрите, видите, то есть мы попали сюда и пошли вниз. Это называется резистность. Видите, пошли вниз, пошли вниз. Все линии, justify, все линии, это означает, я могу их подтвердить конкретно и с разных сторон это могу показать. Итак, смотрите, что будет дальше происходить. То есть главный, глобальный мы идем сюда, но это не главная точка. И мы идем, сейчас, может, плохо видно, будет сейчас, расскажу. То есть мы идем на 353, прошу прощения, 372 и мы идем на 423 до 436. Вот эта зона резистность и от нее мы, естественно, полетим вниз. Пока будет вот так. Значит, мы хотим увидеть вот что. Мы хотим увидеть пробитие этой линии сюда. Мы хотим увидеть примерно 357. 371, А мы хотим увидеть, опять же, сюда падение. И мы хотим увидеть 370. И мы уже тут зарабатываем и довольно-таки, по-моему, неплохо. 371, 372. Это первый промежуточный цель. Первая промежуточная наша цель. Главная цель, повторюсь, примерно 430. Ну, вот таким образом. Спасибо, спасибо, Майк. И давай последнее. Ради экзотики поглядим на наш биткоин. В конце концов, у меня канал биткоин, так что святое дело поглядеть на конкурента. Тут к вам еще вопрос есть, Евгений Борисович. Может, не сейчас, чуть позже расскажите про слияние Райтеоны и ЮТИ. Не знаю, что это такое, но ты знаешь, да? Ну, то, что две военные корпорации слились в экстазе, ну, слились. Хочется их поздравить с этим. Будет больше ракет точных. Я не совсем понимаю, а что здесь такого неожиданного, но американская военка чувствует себя очень хорошо, Ратион, в принципе, бумага, которая растет. Я не знаю, я, честно говоря, пока Трамп у власти, пока идет гонка вооружений, но раз уж нам так плохо, давайте хоть получать удовольствие от роста акций цен на военку. Хотя я скажу честно, что я сейчас самый большой фанат ни Локхита, ни Ратиона, ни Нортропа, ни Дженера Дайнемикса, обремененного огромными долгами, а прежде всего Кратоса, Кратоса и, наверное, Боинга. Почему Боинга? Потому что сильно упал и потому что есть проблемы. Я думаю, что Боинг выйдет из этих проблем, он выходит из этих проблем, и потенциал роста у Боинга огромный. Это первое. И второе, я считаю, что есть такая небольшая относительная компания Кратос. если мы зайдем и посмотрим, что такое Кратос Валькирия, мы поймем, что люди давно разрабатывают уже самолеты не пятого, а шестого поколения, и это весьма любопытно. Ну, тут, конечно, все зависит от военных заказов, рано или поздно, мне кажется, они их получат, и Кратос будет стоить не 20, 21, скорее 25 для начала, а так 40. Вот это, мне кажется, интересно. Давай перейдем к Биткоину, или есть еще вопросы? Ну, там есть еще Биткоин, да, Биткоин. Вот он Биткоин. Значит, было вдруг резкое падение вчера, видите? То есть, было падение вчера, то есть, было падение не вчера. На самом деле, я начал смотреть довольно давно. Если мы возьмем, скажем, я могу показать, если мы возьмем, скажем, недельный график, да, то я смотрел Биткоин, видите, лонг, оба в 310. Я прогнозировал, куда мы пойдем, когда он был 240 на самом деле. Я сказал, что мы идем вверх. И 20 тысяч тоже прогнозировалось. Ну, те, кто следили за мной когда-то, вот я показал о том, что вот эта синяя линия. Но мы можем пойти вверх, когда только мы пробьем 20 тысяч, тогда у меня будет и 23, и так далее. Но пока это очень далеко. То есть, сейчас Биткоин дважды упал. Значит, я хочу стабилизировать технический анализ. Я сейчас не буду углубляться во все другие анализы, поскольку я не хотел бы в этой передаче, тем более, первой, выражать какие-то другие мнения. еще. Вот. То есть, мой анализ 9200. Вообще-то говоря, по большому счету, если мы не пробьем, то есть, мы идем к 11 тысяч, видите, 11 тысяч 0.0. Но здесь был технический уровень на 10 тысяч 500. А только мы стабилизируемся с выше 10 тысяч 500, 10 тысяч 502, 503, 505, мы 500 поинтов идем вверх без вариантов. То есть, это без вариантов. Но я показал о том, что, видите, значит, мы здесь упали вчера, резко большая, видите, свечка вниз, давайте 4-часовую посмотрим. То есть, видите, да, резко вниз. И я сказал, что мы идем к уровню 10-157, после этого мы идем вниз. 9200, но по моим прогнозам 9000, 8000, 8,950. Рано или поздно, рано или поздно, я хочу увидеть закрывшуюся свечку на 9,240, и она будет тогда 9000 без вопросов. По большому счету, если мы будем смотреть ниже, то вот эта линия была моей линией 6400. если мы будем ниже 6300, то следующий уровень 5200, следующий 4300. Все по ступенькам. Мы не можем говорить, иначе это будет просто профанация. А зачем? Как это поможет человеку сказать о том, что биткоин будет 20 тысяч? Он что, купит сегодня и пролетит по страстному, потому что он может упасть, а потом пить на 20 тысяч? А зачем? Вот я никак не могу этого понять. Это просто показуха, которая говорит о том, что я крутой, я гуру, я предсказатель. Я таких гуру навидался, но вы не представляете сколько за свою жизнь в этом тренинге, в техническом анализе. Начиная, вообще-то говоря, с начала века, который я смотрел, на самом случае. С начала прошлого века, не этого, естественно. Биткоин как-то коррелирует с СПС. Биткоин с СПС не коррелирует, я не знаю, но вот Евгений Борис наверное лучше это скажет, поскольку он биткоин практически, биткоин практически, он коррелирует с СПС, как считаешь? Ты знаешь, Майк, я не считаю, что временная какая-то корреляция, она носит какой-то драматический характер. А сегодня он может коррелировать с индексом СНП, завтра он может коррелировать с настроением женщин, послезавтра, тем более скоро 8 марта, послезавтра он может коррелировать еще с чем-то. У биткоина своя жизнь и свои законы. Внутренней стоимости у биткоина нет, и мне было просто любопытно твоя точка зрения. Прогнозировать биткоин, честно говоря, я отказываюсь, хотя впереди халвинг, то есть некое изменение дефекалти, которое, возможно, приведет к тому, что чисто технически в какой-то момент мы действительно можем достигнуть 11 или там 12 тысяч. Это может произойти, но не факт, что это произойдет. Поэтому я оставлю своему убеждению, я предпочитаю инвестировать во что-то реальное, пускай даже в золото, пускай даже в российский рынок, но биткоин, оставим это на совести и на, так сказать, желание инвестировать более отъявленных спекулянтов. Майк, я хотел тебе сказать огромное спасибо. Я думаю, мы сегодня больше аудиторию мучить не будем, потому что пятница, гуляльница, вечер, и спокойно пойдем, так сказать, наслаждаться этой жизнью. Что ты думаешь на этот счет? Еще минуту дашь мне? Еще минуту. Ну, если наши ребята дадут, конечно. Я тебя приглашаю, дорогие друзья, всех тоже. Приглашаю на свой канал, мы проведем с Евгением Борисовичем проведем программу, когда у него будет время, но там 24 тысячи подписчиков, вообще-то говоря, тоже есть. Поэтому это будет интересно и по поводу не только, скажем, технического анализа. Майк, ты извини, если бы у меня была шляпа, я бы ее снял. А? Если бы у меня была шляпа, я бы ее снял. Не-не-не, дело не в шляпе, а дело в том, что с моей точки зрения это будет интересно, потому что у меня моя позиция, она мне интересна иметь позицию других специалистов, поскольку моя совсем и близкая, и далеко не главная. Я вижу так, кто-то видит по-другому, нет никаких проблем. Просто там другой канал, другие, скажем, энергии. Это не в материи. По поводу биткоина, друзья, смотрите, это была первая попытка, вообще-то говоря, выйти из-под контроля банков. Первая попытка выйти из-под системы. Я не люблю быть в системе. Так сказать, я свободолюбивый человек, и я могу выйти за пределы, вот что тут у нас называют outside of the bar, за пределами ящика, как нас всех приучили. Поставили шоры, как у этой лошади, и она не может ни вправо, ни влево. Это нехорошо. Биткоин поэтому был. Но главное не в этом дело, а главное в том, что действительно это стало спекуляцией. И вот я абсолютно согласен с тобой, Жень, поскольку это не годится никуда, зачем это надо подавляться этой спекуляцией. Тут был, кстати, вопрос по поводу спекуляции. Нет, это не так. Так не должно быть. Более того, по моему, скажем, мнению, куда бы мы не пошли, как бы мы высоко не взлетели, она себе дискредитировала вот эта спекуляция, этот биткоин, с этой спекуляцией я дискредитировал. По моему, так сказать, мнению, мы можем вообще вылететь. Не будет такой валюты, как биткоин. Это просто нонсенс. Значит, так, значит, у нас был вопрос еще, значит, просит, тебя просит марихуану или каннабис, не знаю, каннабис, не марихуана, каннабис. Будешь говорить, нет, или это в следующем году? Да, да, скажи, скажи, я отвечу. Не игнорируйте вопрос, просит у вас, Станислав, по каннабису. Это ваша любимая тема. Я не игнорирую, я весь внимание. Да, так что, я не знаю, какой вопрос, например. Так, я тоже не знаю, просто мне так настроили, что вопросов я не вижу. Короче, господа, по поводу каннабиса, смотрите, очень долго сектор падал, очень долго. Сегодня произошла определенная консолидация. Когда я говорю сегодня, это значит последний примерно месяц. Вот. Я, в принципе, позитивен, считаю, что у сектора есть огромный шанс пойти вверх. в своем сертификате, я увеличиваю позиции, потихонечку докупаю самые интересные бумаги, бумаги с самым большим апсайдом. Поэтому я считаю, что ничего страшного там не будет. Мне кажется, что плохие времена прошли, и самое главное, вы обратите внимание, были не очень хорошие отчеты долгое время. Нас с вами очень сильно порадовал отчет УИД. Это самая крупная компания, стоящая примерно под 10 миллиардов долларов. Так вот, отчет был вполне приятный, неожиданный, много всего позитивного. Рост продаж, рост рентабельности, снижение операционных затрат. Короче, сектор явно начинает перфомить, явно начинает показывать то, что мы от него ждали ранее. Чудес там не будет. Но текущие уровни, как мне кажется, еще раз говорю, это моя личная точка зрения, очень интересны для входа. И если у вас есть ресурсы, время и стальные нервы, ребята, это штука интересная. Вот, собственно, и все. Да. Дело в том, что у нас официально, не знаю, как у вас, у нас официально 14 штатов разрешили выращивать медицинскую марихуану, ну, канабис, допустим, то, что называется, да. Я тоже как бы анализировал, я был знаком с этим очень давно. И, в общем-то, я знаю, с чего это все начиналось. Что, выращивал? Выращивал? Нет, я не выращивал. А зачем? Нет. Ну, дело в том, что мало кто знает. Есть такое понятие, вот, Битлз, значит, у них есть песня Lucy in the sky with the diamonds. L-C-D-R, по-русски. L-S-D-R, да, вообще-то говоря, D, L-S-D, по-английски. Lucy in the sky with the diamonds. То есть, это была разработка американских ученых, и это не было ни в коем мере наркотиком, никогда. Это был типа, ну, как бы транквилизатор, который расширяет неизмеримость сознания. Водили буквально в мельчайших дозах. Людям это были испытания, лаборатории закрыты. Ну, они были открытые, ну, полузакрытые, будем так говорить, поскольку там можно было получить. В один прекрасный момент все резко закрылось, как всегда, все резко засекринзилось, никто не знает, почему, и это начали после этого возникать наркотики. Марихуана, вообще-то говоря, это тоже не американское изобретение, на самом деле, и каннабис, тем более, это, в общем-то, совсем разные кусты. Одна из них медицинская, они абсолютно одинаковые, почти одинаковые, но из них, из одного вида, из кота в него, это из другого то, но это опять пропаганда, это опять не пропаганда, а спекуляция, это все, и да, эта тема достаточно может быть интересная, но она, в каком смысле, интересно поговорить об этом, да. Майк, давай таким образом, смотри. Это даже не американцы. Майк, поскольку у нас в России довольно специфическое отношение к этой теме, давай мы эту тему немножко закроем, я считаю, что мы можем разговаривать о перспективах публичных компаний, которые торгуются на бирже, и ничего более, поскольку у нас такая замечательная страна. Вот, поэтому я думаю, что на этой ноте мы закончим сегодняшнее вечернее наше, как это сказать, шоу. Вот, друзья, спасибо вам за ваше внимание, мы будем периодически разговаривать с Майком и на тему различных акций, и на тему различных рынков. Постараемся, наверное, в будущем сделать это более динамично, конкретно, понятно, чтобы вы примерно имели некое представление. Я скажу честно, я не всегда с Майком согласен здесь, но почему я попросил его выступить у нас, и почему, в общем-то, я считаю, это любопытно. Дело в том, что у него довольно часто прогнозы оказываются верными. А технический это анализ, канонический анализ, или там какой-нибудь спиритический анализ, мне это не важно. В конце концов, если есть попадание, то важно, чтобы люди заработали, а все остальное тоже детали. Все правильно? Более всего результат. Именно, и победителей не судят. Друзья, хороших вам выходных. Что за мани, правильно? Ну да. Майк, спасибо тебе огромное. Хорошего вечера. Арифидерчи. Доброго. Благодарю. Давай, счастливо. Вопросы. Продолжение следует...